задача немножко упростилась в плане того что бачок оказывается не нужно откручивать тут он есть родной то есть он чистенький вообще прям туда зальем и все единственно надо будет только отрегулировать вот это сейчас мы каким-то макаром туда полезем будем все это дело прикручивать надо чтобы это стояло в свободном положении не натянута и не нажата один камень второй камень эти камни мы подложим вот вот эти направляющие вилл и задерем их от себя и тем самым погрузчик поднимется всегда так делалось вот и после уже потому что прокачивается они вот там вот далеко-далеко 1 далеко-далеко 2 и нам нужно чтобы она была максимально отодвинута отодвинута она может быть только когда мы эти виллы от себя сделаем вот итак пока приступаем к работе поехали всем привет задание тут дали погрузчик камазу проверить уровень масла уровень масла в норме не работают тормоза соответственно сейчас мы будем вот это вот главный тормозной цилиндр менять вот и потом будем прокачивать всю систему и напоследок сейчас у нас к сожалению головки такой нету на 36 вот привезем час головку открутим колеса вот и поменяем еще колодки скорейшие колодки еще кончились вот такой вот интересный погрузчик да как мы будем поднимать домкрата у нас к сожалению нету но у нас есть вот такие вот камни мы их подложим вот под эти вещи инструмент которым я оборудован до совершенно не подходит для этой техники вот не было у нас головки 36 за ней съездили чтобы открутить колеса купили и вот посмотрите во что превратилась головка ее просто затянула монтажками и выручила родная добрая труба оцинкованная и так продолжаем дальше сейчас наша задача будет заключаться в том что мы его должны повесить он нас должен висеть и мы должны содрать колеса приступим и так что мы видим по факту во первых я внутри нашел какую-то деталь явно не от этой машины так мы и сразу выкидываем следующее судя по всему он расслаивается весь с него краска слазит но есть вероятность того что сто процентов ему пришел кирдык раз он снаружи такой то есть вероятность что внутри он такой же сейчас мы снимем бачок посмотрим что там внутри и попытаемся его как нибудь помыть пока на этом все так сняли мы главный тормозной очень он тяжело снимался и одеваться будет тоже тяжело потому что там шплинт до которого просто не добраться я открутил гайку а потом это придется все на место насаживать пока не знаю каким макаром я это буду делать но придется итак погнали дальше после того как сняли колесо выяснилось что надо будет откручивать полуось открутили плоть и за ней мы увидели вот такую вот картину стоял вот такой вот сальник и за ним вот гайки сейчас мы эти гайки будем выворачивать и смотреть что дальше наша задача поменять колодки соответственно будем снимать ступицу пока все а ну и плюс уже установили новый главный тормозной подключили ослабили штуцера будем ждать результата по ступице может быть там какие-то проблемы еще и после этого будем прокачивать пока все сняли мы целиком ступицу теперь уже видно колодки мы кстати уже половина разобрали вот сама ступица выглядит вот так вот на двух подшипниках на больших вот это колодки мы уже поняли что на эту сторону вот эти колодки это вот на эту сторону тут много много всяких примочек которых непонятно как вообще снимается к непонятно как будем собирать но в любом случае сейчас мы все это дело здесь почистим перекинем вот с этой колодки лапу вот на эту на новую колодку и наверное будем с нее начинать потому что походу с нее все и начинается вот сам цилиндр тормозной не течет сухой поэтому пока все в норме продолжаем работать это куча запчастей ногти расщепил на две части пойду искать зеленку что мы видим поменяли мы колодки поставили все механизмы механизмы здесь на самом деле вы как сложно одеваются все и проблема еще в том что вот эти штыри с той стороны их бы пальчиком поддержать но туда подлезть невозможно просто нету места для того чтобы просунуть туда хотя бы пальцы поэтому мы с божьей помощью и чей-то через жопу задерись и чей-то матери короче в общем вот каким-то макаром умудрились все это дело поставить вот в такое положение вот сейчас будем брать барабан и пытаться отрегулировать колодки колодки регулируются вот через то отверстие и вот этим вот барашка вообще на самом деле они сам подводящие должны сами подводиться для этого просто нужно будет несколько раз ручником дерануть вот ну продолжим работать так видим что вторую сторону тоже собрали поставили новые колодки все механизмы пружинки защелкнули теперь будем думать слушай у нас сейчас одна пружина здесь вылетит ее надо поправить что-то как-то неправильно мы ее поставили вот эту нет она наоборот сейчас выскочит а это криминал сейчас мы ее поправим и будет все нормально стоять останется выяснить как что делать с сальниками